Рабочие инженеры-управленцы всех объединили кран. Незанятые в производственной смене сотрудники интерного комбината в этот вечер смогли почувствовать себя настоящими кинокритиками. Они оказались одними из первых зрителей картины «Зелёная карета», которая выйдет в прокат ещё только в октябре. Автобусы доставляли людей целыми семьями ко входу в кинотеатр. Сегодня такая возможность выехать было вместе со всеми семьями, родными, близкими, соседей даже можно было пригласить. Ещё сеанс не начался, а люди уже в кафе разошлись, кто мороженое, кто там соки выпивает. Сроение у всех хорошее. Хоть даже первые дни рабочей недели, но все готовы были выехать. Народу приехало много. Для социальной атмосферы в коллективе, для социального климата очень полезно. Мы благодарны, что такое мероприятие нам руководство смогло сделать. Честно говоря, я на комбинате 34 года. Ну и в советские времена, в 80-е годы, часто выезжал коллективами, своими коллективами, большими. Это, конечно, сегодняшнее мероприятие первый раз. И хочу сказать, мы вот сейчас стояли с друзьями, с коллегами на улице и говорили, когда бы мы ещё вот так собрались. Хотя в начале, конечно, реакция была на поездку, вот придумали, вот это, прочее, прочее. Но я говорю, сейчас только положительные эмоции, даже не посмотрев ещё фильма. Картину для просмотра выбрал личный директор Михаил Зацепин, который вместе со многими видными деятелями киноискусства увидел работу на открытии 10-го международного кинофестиваля в кругу семьи. А это же надо смотреть, это замечательные, высококлассные картины. Вот, так же и эти. Пожалуйста, вот я уже, ну, можете представить, директор завода, да он сидел и плакал, смотрел. Наверное, не случайно, меня сразу это задело. Почему мы не видим картины, которые мы же сами делаем. Поэтому фестиваль замечательный, и то, что он нашёл прописку в Калининграде. Когда в семьях будет царить уют, комфорт, тогда и на работе будет всё спориться. Поэтому и сегодня практически весь коллектив комбината, кто не задействован на работе, приехал сюда. И для меня, как для генерального директора, это очень приятно, что люди, ну, скажем, приобщаться к такому высокому искусству. Организовать такой коллективный сеанс для сотрудников до премьеры было нелёгкой задачей. Руководство интерного комбината достигло с продюсерами соглашения об эксклюзивном показе. Сегодня этот фильм самолётом опять привезли сюда нам, и вот сегодня мы его и увидим. Я уже ждём, что этот фильм не оставит равнодушным никого, потому что он действительно заставляет задуматься о сути бытия, о том, как мы живём, что мы делаем каждый день, как мы это делаем. И вообще, как это, ну, насколько это у нас в душе. Поэтому это очень важно, ведь мы тоже с вами ежедневно занимаемся серьёзными делами, и то, как мы это делаем, от нас зависит очень много. Сотрудники интерного комбината, которые трудятся на предприятии десятилетиями, стали друг для друга практически родными людьми, можно сказать, второй семьёй. Тематика кинофорума им очень близка. Ещё один немаловажный момент. Госкорпорация «Ростех» стала главным спонсором фестиваля «В кругу семьи». Мы проговорили с Сергеем Викторовичем Чемизовым, председателем подписчиковского совета общенациональной программы «В кругу семьи», руководителем госкорпорации «Ростех», что мы будем создавать киноклубы «В кругу семьи» на предприятиях, которые имеют отношение к корпорации. И сегодня мы в рамках фестиваля решили такой киноклуб устроить. В картине «Зелёная карета» режиссёр Олег Асадулин за полтора часа разворачивает целую историю, как в погоне за карьерой, славой, успехом, деньгами и жизненным удовольствием мы забываем о самых близких, о своей семье. За это можно жестоко поплатиться. Главную роль сыграл популярный актёр Андрей Мерзликин. Его герою на экране даётся второй шанс. У меня фильмы от детства совершенно другого содержания. Удивительный фильм. То есть я не буду говорить о великолепной актёрской игре, я очень занимательный режиссёр. Режиссёры, конечно, очень интересный фильм. Необычайные эмоции вызвал суммарный положительный эффект всего того, что удалось достичь всей труппе. Режиссёру, актёру, великолепная игра. Очень интересные эмоции. И, скажем, фильм действительно оставляет задуматься о сущности наших поступков, о сущности наших явлений, о душе. Как бы удивительно именно о душе. И, конечно, концовка очень неожиданная. То есть настолько неожиданная, что я, в общем-то, буду осознавать какое-то время ещё, что я увидел. Вероятно, посмотрю ещё раз. Вообще я редко хожу в кинотеатры. Ну, здесь, конечно, благодаря... Спасибо директору нашему, генеральному. Наверное, не зря нас всех вывез, чтобы мы посмотрели именно этот фильм. Ну, и для себя сделали какие-то выводы. И сам факт, что вот этот вот фильм был специально для интерного комбината показан, это очень сплощает их коллектив. И, на самом-то деле, ну и, скажем так, эмоции вот эти пережиты вместе, они, в общем, не пройдут просто так. То есть я считаю, что это очень было правильно, организация вот такого вот мероприятия. На торжественной церемонии закрытий были подведены итоги международного кинофестиваля в кругу семьи. На протяжении недели зрители смогли посмотреть 30 фильмов из 15 стран. Одно из главных достижений форума – то, что наряду с областным центром прикоснуться к прекрасному и встретиться с любимыми артистами смогли жители 10 городов региона. Когда закончился просмотр, и когда они выходили, они вот Артёма благодарили со слезами на глазах и говорили только одно – спасибо вам за такое кино. Вот ради этого, наверное, и стоит проводить подобные фестивали, именно вот подчёркивая семейные ценности, так сказать, детские ценности. И вот это, наверное, ради того, ради чего мы и живём вместе с вами. Совместные выезды работников предприятий в кинотеатре и на природу обещают включить в постоянную действующую социальную программу. Сотрудники интерного комбината ещё не раз соберутся, чтобы вместе пережить новые эмоции и обсудить потом полученный жизненный урок. Константин Морозов, Никита Бунаков, Вести Калининград.